Продолжение следует... ...интерфейс такое общепопулярное, да, про то, что такое MAC-адрес, про то, как работает сеть, как обеспечить связность, вот, но оказывается, Linux-машина может работать и на уровне L2, то бишь на уровне интерфейсном, как полноценное сетевое устройство, которое разбирает пакеты уровня L2, то бишь фреймы, и умеет с ними что-то делать. Вот. К сожалению, мы сегодня с вами не успеем поговорить о межсетевых экранах уровня L2, хотя такая штука тоже есть. Если получится, ближе к концу семестра мы к этому вернемся, когда будем говорить непосредственно про межсетевые экраны, если будет у нас время, мы можем поговорить про L2 межсетевые экраны тоже. Прежде чем продолжать, забегу чуть-чуть вперед в следующую лекцию, где у нас будет разговор уже про сетевой уровень, вот, потому что нам сегодня для того, чтобы проверить связность между компьютерами, понадобится настраивать их IP-адреса. Мы, конечно, могли бы поступать так, как это делали в прошлый раз, на прошлой лекции, а именно формировать, помните, мы формировали с помощью соката специальный фрейм и наблюдали этот фрейм на интерфейсе на другом компьютере. Но мне кажется, что человек, который привык так или иначе немножко взаимодействовать с сетями, гораздо привычнее такому человеку делать просто банальный пинг, и этот пинг будет восприниматься как индикатор доступности двух абонентов сети. Вот, для того, чтобы нам с вами поупражняться с этим, давайте посмотрим, что у нас там. Давайте мы, наверное, удалим все. Вот, удалим машинки и попробуем запустить парочку машин. Тут вот три, три моста, три машинки. Ну ладно, значит, давайте начнем с демонстрации того, как настраивается IP, просто потому что мы этого еще не делали, и без этого нам будет сложно дальше понимать происходящее. Для этой цели мы сделаем что? Мы сделаем, это кусочек из следующей лекции, вот, это кусочек из следующей лекции, но вам придется его проделать. Мы создадим машину base, которая будет подключена к одной сети, вот, под названием intnet. Мы помним, что это вторая сеть, самая первая сеть, к которой подключены все наши машины, это сеть так называемая NAT, об этом мы будем как раз в следующий раз говорить. Вот, и у данной машины будет две сети, сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Вот она, машина base. Вот, у нее должно быть два сетевых интерфейса, вот они, сеть NAT, так виднее, та, которую мы до сих пор ни разу не использовали, и внутренняя сеть intnet, которая подключена к некоторой воображаемой внутренней сети, к которой сейчас не подключено ничего. Вот, мы сейчас сделаем вторую машинку, тоже подключенную к сети intnet, вот, назовем ее, скажем, second. Вот, и теперь организуем связь между этими двумя машинами. Вот, организуем связь между этими двумя машинами. Для того, чтобы по IP, да, вот то, чего у нас не было пока что на лекциях, как настроить IP-шник. Это делается очень просто, мы это делаем буквально ручками. Ты там работаешь или что? Он там думает. Вот, он тут додумался уже. Вот, напоминаю, что у нас есть четыре интерфейса, из которых Githash 0, это управляющий интерфейс, ну, тот, который мы будем использовать для управления, так-то он обычный. Вот, loopback. И три интерфейса, из которых мы можем городить всякую топологию нашей сети. И вот, и сейчас мы на машинке base ip-link set dev-etage 1-up, поднимем данный интерфейс, вот, поднимем данный интерфейс и придадим ему IP-адрес. IP-адр от, что там, ну, скажем, 10.1.2.3.2.1, это неважно, 3.2.1, слэш 24, этаж 1. Может быть, надо этаж 1 здесь говорить, я забыл. О, помогло. Вот, командочка IP-адр без параметров, ну, или IP-а я буду делать, нам покажет, что на данном интерфейсе навешан соответствующий IP-адрес, и этот IP-адрес мы сейчас на соседней машине, которая second, сделаем такой же, но отличающийся на единицу. IP-link set dev-etage 1-up, IP-адр от dev-etage 1-10.3.2.2. Вот, поскольку наши машины вот по этому интерфейсу ETH1 объединены в единую сентинт-нет, кстати, у меня есть, кажется, скриптик, который это делает, ну-ка, вот, что вот на втором интерфейсе у каждого из них по сетинт-нет висит. Вот, то я вонгую, что если все пошло хорошо, у нас будет работать пинг от одной машины до другой. 10, 3, 2, 1. Нетворк и зонрич был. 3, 2, 1, конечно, да. О, и творк. Вот, можно даже на соседней машине сказать, сказать TCP dump минус ETH1 и увидеть, как там бегают пакетики. Вот они, ACMP request, ACMP replay. Все, про это мы будем говорить поболее подробно на следующей лекции, потому что сейчас наша задача именно разговор об интерфейсном уровне, а не сетевом. Да, значит, IP-адрес мы будем использовать просто ради того, чтобы посмотреть, насколько наши машины вообще связаны друг с другом. Чтобы закончить забегание вперед, скажу, что слэш 24, который мы тут писали при настройке, это размер сетевой маски, сколько битов в IP-адресе занимает адрес сети, и, соответственно, сколько оставшихся битов, их там получится 8, занимает адрес абонента сети. Вот, мы привыкли в более дурацкой нотации сетевой маски, типа 255, 255, 255, 0, вот конкретно этой, но понятное дело, что указание количества битов гораздо более удобное. Там, пойди посчитай, как будет выглядеть сетевая маска, в которой 13 битов. Некоторые наизусть помнят, я нет. Значит, еще одна штука, которую я рекомендую использовать вам при домашнем разборе, поскольку у нас может быть в домашних заданиях много хостов, и они все по умолчанию будут называться, если вы не пользуетесь моими волшебными скриптами, по умолчанию они все будут называться что-то типа прототайп. Вы можете воспользоваться скриптом, который называется setHostName, который позволяет переименовать наш хост, чтобы вот здесь вот было ни слова прототайп, а какое-нибудь другое setHostName. ХостName, ну скажем, назовем этот хост не second, а клиент. Она там чего-то ругается, но, как видите, теперь он называется клиент. Тут он, правда, все еще называется second, но это вас не должно волновать. Главное, что вам самим будет видно это, что он называется клиент. И в отчете будет видно, что он называется клиент. В том самом отчете, который мы делаем для решения домашних заданий. Ну вот, это второе, что я хотел рассказать про то, как пользоваться конкретно этой прошивкой. SetHostName не стандартная команда, это просто shell-скрипт, который там умеет какие-то хитрые-хитрости делать, но в частности он прописывает нужный хостнейм в нужное место. Так, еще немножко про повторение. Инкапсуляция и декапсуляция трафика. Мы с вами помним, что вот так выглядит у нас Ethernet Frame. У него есть вот это самое Payload. Вот, и, например, если здесь написано, что это EtherType 0800, кажется, что тут лежит IP-пакет, вот в этом месте фрейма лежит IP-пакет. То есть пакеты более высокого уровня инкапсулированы в пакеты более низкого уровня. Чем ниже уровень, тем больше лишней информации мы передаем. Тем выше уровень, тем меньше лишней информации мы передаем. Ну вот, это про инкапсуляцию. Просто напоминаю. Если у нас, как это будет сделано в следующем, в следующем нашем разговоре про IP, есть несколько сред передачи данных, к которым подключено одно устройство, то, возможно, два варианта решения вопроса, как передавать данные между абонентами разных сред передачи данных. Первый способ, и это способ, так сказать, сетевой, когда мы настраиваем специальный абонент посредине между, скажем, двумя средами передачи данных, называем его маршрутизатором, и вот он по одной среде передачи данных получил фрейм, раздел его, декапсулировал, нашел там IP-пакет, выяснил, что этот IP-пакет предназначен не ему, а абоненту другой среды передачи данных, инкапсулировал его во фрейм для другой среды передачи данных, передал туда, маршрутизацию, но это уровень уже сетевой, мы об этом будем говорить в следующий раз. А есть вариант взять и программно объединить две среды передачи данных, поставить между ними такую Linux-машину, которая бы тупо пересылала фреймы из одного Ethernet в другой. Это был вопрос? Алексей? То есть, всегда передачи данных, которые имеются в виду доступны для одного сетевого устройства, которое наше? Ну да, мы сейчас не говорим про ситуацию, когда мы к одной и той же среде сразу несколько сетевых устройств одного и того же компьютера подсоединяем, хотя такое тоже может быть. Да, в данном случае, вот во всех наших примерах, у нас каждая, условно говоря, сетевая карта подключена в компьютере нашем, подключена к отдельному Ethernet-сегменту. Поскольку у нас в основном сети Ethernet-ные, под понятием среды передачи данных, мы, естественно, будем иметь в виду в основном Ethernet-сегменты, потому что других у нас не моделируется в нашем VirtualBox. Ну вот, значит, так вот, мы будем сегодня иметь дело с такой ситуацией, когда у нас есть два Ethernet-сегмента, с точки зрения VirtualBox, это две разные внутренние сети. Одна будет называться Ethernet, а вторая еще как-нибудь. Но Linux-машина, которая подключена к этим двум сегментам, пересылает фреймы, не глядя на пейлоды этих фреймов, просто пересылает фреймы из одного сегмента в другой и из другого обратно в первый. Такая машина называется Hub, я не знаю, как по-русски. Hub, это тупой пересылщик между двумя проводами. Ну или там двумя, в случае, если это у нас архитектура звезда, ну короче, между двумя сегментами. Что нужно сделать, чтобы Linux-машина так делала? Во-первых, ввести ее карточку в промежем кота, когда сетевая карта принимает вообще все фреймы, а не только те, которые предназначены лично нам, и широкомещательные, а вообще все. И вот эти вообще все фреймы, принятые из одной карточки, она пересылает в другую, ну а если там их несколько, то и в третью, и в четвертую. То есть вот пришел фрейм, и он тут же пробрасывается во все остальные сетевые карты. Туда-сюда. Это программная работа, она вполне себе решаемая, так можно сделать. Вопрос только зачем? То есть зачем нам напрягать нашу линуксовую машину про тупой пересылкой из одного места в другое, когда мы можем навести некоторую логику этой пересылки. То есть мы сделаем не хаб, а бридж, то бишь мост сетевой. Сетевой мост это такая, я побоюсь сказать слово маршрутизация, потому что слово маршрутизация, оно для другого предназначено в случае сетей, да. Вот. Сетевой мост это такое перенаправление пакетов, фреймов между средами передачи данных, которое принимает во внимание, а где, собственно, у нас соответствующий абонент лежит. Для этого, естественно, все карточки линукс-машины должны быть переведены в промиск режим, когда они принимают вообще все фреймы. Дальше должны быть построены такие специальные таблицы, за каким из интерфейсов какой абонент с каким MAC-адресом у нас нашелся. Вот. Эта таблица должна постоянно обновляться, устаревать. Ну, понятно, значит. Вот мы должны помнить, с какой стороны, то есть за каким интерфейсом абонент, какие есть абоненты с каким MAC-адресом. Дальше, если нам пришел широковещательный фрейм, он, разумеется, с одного интерфейса перекидывается на все остальные. Если нам пришел фрейм с неизвестным получателем, то есть с таким MAC-адресом, про которого вот в этих таблицах у нас ничего нету, он тоже третранслируется повсюду. Предположительно, такая машина есть, просто мы еще не знаем о ее существовании. Вот. Кстати сказать, таким способом атакуются сетевые устройства. Если у вас есть аппаратное сетевое устройство, которое строит вот такие таблицы всех активных абонентов, достаточно написать простейшую программу, которая спуфит, то есть заливает ваш сегмент фреймами, у которых MAC-адрес получателя все время разный, и в конце концов у вашего устройства сетевого переполнятся эти таблицы, вот, и что-нибудь с ним случится. Возможно, что-то интересное, важное, полезное для вашего хакерского дела. Вот это вот все. Ну и, наконец, основная... ...поится просто изучение просматривания проекта, двойного жира появляется. Нет, непросто. Там есть очень много... Как это? На всякую хитрую найдется свой, как известно, да? Так вот, на всякую хитрую защиту от взлома найдется еще более хитрый взлом. Операция... Как это? Игра в полицейских воров, она же бесконечна. Так что нет, непросто. Потому что если мы так, например, сделаем, атакующий может специальным образом, подгадав количество пакетов, послать такое количество пакетов, которое ему, атакующему, разрешено, но спровоцировать абонента сети, послать в ответ большее количество пакетов. И тогда всех забанят, кроме него. В общем, непросто. Ну вот, основная функциональность моста состоит в том, что он ретранслирует целевые фреймы, у которых есть MAC-адрес получателя, ровно на тот интерфейс, на котором он определил в этой таблице, что имеется этот самый MAC-адрес получателя за этим интерфейсом. То есть только в ту среду передачи данных, абонентом которой является получатель. Вот примерно такой смысл моста. Ну, на самом деле, конечно, там очень много свойств. Если почитать, ну, даже достаточно старый протокол, как раз по объединению различных средств передачи данных в единое в виде такого графа, выяснится, что там, в общем, очень много всякой хитрой математики. Например, смотрите, у вас может быть, видите, ой, вот тут вот на картинке четыре среды передачи данных. И пять. И некоторые из них зациклены. Если не предпринять всякую, ну, дополнительную логику, попытка объединить все вот это в единую среду передачи данных приведет к тому, что вот тут вот фреймы будут бегать бесконечно. И вот тут тоже. Соответственно, в этот протокол СТП, помимо всего прочего, его главная задача, это как раз попытка так выстроить маршруты, маршруты и определение связности между вот этими, значит, маршрутизаторами, ну, маршрутизаторами, маршрутизаторами уровня 2, да, как это называется, мостами, между этими мостами. Вот. Чтобы таких петель избежать, чтобы не циркулировал один и тот же фрейм по кругу, да, это там непросто сделать, на самом деле, с учетом того, что все мосты в вашей конфигурации абсолютно равноправны, и кто из них первый примет решение, что он там вот не пересылает пакеты туда, потому что иначе будет петля. В общем, вот. Ну, помимо этого, там есть еще всякие интересные темы в этом СТП, например, мосты можно объединять в один, чтобы они как бы друг с другом интерфейсами как-то перемешивались. В общем, я в это даже лезть не буду, все равно мы этого с вами не успеем сделать, хотя поддержка СТП в ядре Linux, разумеется, есть. Что еще могли бы мы... Да, значит, это вот то, что сказал сейчас Алексей, да, что мы можем на уровне 2 бороться с такого рода спуфингом, то есть если наше устройство генерирует какой-то подозрительный трафик, можно попробовать его как-то пофильтровать и вообще устроить фаервол уровня 2. Вот. В принципе, такая штука, как фаервол уровня 2, не очень популярна, хотя бы потому, что любой абонент может поменять себе MAC-адрес. Просто взять и поменять его. Да, 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 совершенно справедливо. То есть это уже какая-то логика, понимаете? Мы про эту логику, конечно, говорить сегодня не будем, но она тоже есть, если очень надо. Ну вот, давайте лучше нарисуем мост. Протекала речка, через речку мост. Для этого мы машину клиент остановим и удалим вообще. Каждый раз путаю, какая буква большая, какая маленькая. Вот. А вместо нее... Она называется second, кстати, да? Вот. А вместо нее создадим машину bridge, она так и будет называться bridge, которая будет присоединена сразу к двум внутренним сетям. Одна сеть называется intnet, и это та сеть, в которой машина base у нас находится, вот эта. А вторая сеть будет называться, ну, скажем, div, внутренняя. Еще более внутренняя. Int нет, это внутренняя сеть, а div это еще более внутренняя сеть. Так. Только тут надо сказать bridge. Вот. И третье, что мы сделаем, это мы сделаем машину, ну, мы назовем ее клиент, которая будет подсоединена уже к этой внутренней сети div. Вот. Тут Димка Димка спрашивает, а получается, получается, TTL при проходе моста не уменьшается? Давайте посмотрим, есть ли в... есть ли в интерфейсном уровне понятие TTL. Нет в интерфейсном уровне понятия TTL, поэтому да, поскольку его не существует на интерфейсном уровне поднятия TTL, то при походе моста он не уменьшается, потому что его не существует. Окей. Да. Ну так вот, значит, три машинки. Давайте сейчас их все три запустим. Base у нас уже запущена. Давайте запустим... запустим... bridge. Сейчас. Только это надо сделать вот так вот, да. а заодно запустим вот здесь вот... он у нас называется клиент. Давайте сделаем клиент. Так. Вот клиент, клиент, бридж. Вот. Значит, давайте, кстати, посмотрим, каким... Вот. Вот тоже написанный мной тупейший скриптик, который говорит, что машина base подключена к intnet, машина base, bridge подключена к intnet и dip, а машина клиент подключена к vdip. Соответственно, сейчас base и клиент друг друга не могут видеть, пока мы руками не сделаем bridge на машине bridge. Тогда он будет пересылать пакеты из сегмента intnet в сегмент dip, и они там вместе... Ну, тогда они друг друга увидят. Вот все это мы сейчас и делаем. Значит, base у нас уже настроен, и даже IP-шник на нем налажен. Давайте мы ради иллюстрации наших слов Возьмем клиент, настроим на нем IP-шник, и увидим, что он не видит base, совершенно понятно почему. Вот. Сейчас мы узнаем, почему... Мы увидим, что он не видит. epi, link, set, dev, etash, 1, up. Потому что etash 1 подключен к сети base, к сети deep, а на хосе base etash 1 подключен к сети intnet. Неудивительно, что они друг друга не видят. ip add dev etash 1 10, 3, 2, 2. Да? Мы хотели так. ping 10, 3, 2, 1. ноль эффекта. Почему так? Ну, очевидно, вот у нас есть наша машина bridge. На этой машине bridge у нас два интерфейса активно. Ну, сейчас мы их активируем, точнее. И попытки, попытки что-то сделать сетью со стороны клиента, по идее, должны пролезать в интерфейс etash 2. А попытки сделать что-то сетью со стороны base, по идее, должны пролезать в интерфейс etash 1. Давайте в этом убедимся, просто ради, опять же, про формы. Вот у нас есть... Вот он что-то, какие-то пинги посылает. Вот они. Вот наш несчастный 10, 3, 2, 2 шлет... Он даже не пинги, он пока что только RP-запрос. Он шлет пакет, который говорит, слушайте, я 10, 3, 2, 2, расскажите мне MAC-адрес 10, 3, 2, 1. Но ему не рассказывают, потому что некому рассказывать. Вот это по... А по этаж 1, за которым у нас сидит машина base, естественно, ничего не происходит, потому что ничего не происходит. Что нам нужно сделать, чтобы это все заработало? Нам нужно заставить вот эту машину Bridge, заставить ее пересылать фреймы из одного интерфейса в другой. Для этого надо сделать следующее. Надо создать специальный виртуальный интерфейс, который бы объединял и ETH1, и ETH2. Так, собственно, и есть интерфейс Bridge. То есть у нас вот сейчас из вот этого, значит, вот отсюда торчит трафик int-net, а вот отсюда торчит трафик div. Мы сейчас составим специальный виртуальный интерфейс и подключим к нему и ETH1, и ETH2. И из этого интерфейса будет торчать трафик и div, и int-net. Ну, давайте ради интереса, вот здесь вот запустим ping 10.3.2.2. Он, естественно, тоже молчит. Да? Вот она активность на интерфейсе ETH1. Такая же точно. Он пытается послать ARP-запрос, расскажи мне, у кого MAC-адрес 10.3.2.2. Но мы ему не рассказываем, потому что некому. Ну вот, что мы для этого делаем? Мы для этого заводим этот самый Bridge для начала. Bridge, и это виртуальный интерфейс, поэтому он заводится командой IP-Link. IP-Link, давайте подглядим в шпаргалку. AdDev, имя, type, bridge. Очень хорошо. AdDev, Brnol, называться он может как угодно, type, bridge. Извините, а соединять вот так разные интерфейсы можно только при помощи Bridgeа, да? Ну, это определение слова Bridge. Да? Как это? Соединение двух интерфейсов с пересыланием фреймов друг из друг в друга, это и есть Bridge. Нет, ну, в смысле, без создания нового виртуального устройства мы никак не интерфейсируем. Вы, наверное, можете написать программу на C, которая берет фреймы и перекладывает их из одного интерфейса в другой, но в ядре это сделано так. То есть, наверное, есть другие методы. Да? Но это тот, который рекомендуется к использованию. А вот. Фишка этого метода еще и в том... Вот он. Фишка метода еще и в том, что вот мы сейчас сделаем... Да, сейчас этот Bridge 0 ни к чему не приспособлен, то есть в нем трафика никакого, потому что это абсолютно виртуальный интерфейс, в котором, ну, ничего нету. Он еще ничего не соединен. Сейчас мы скажем, что у интерфейсов, соответствующих ETH1 и ETH2, есть общий объединяющих мастер, который называется Brnol. Вот. И вот тогда в этом Brnol начнет появляться трафик с обоих интерфейсов. Смотрите. IP-Link. Сейчас, что там? Set. Set. Dev. ETH1. Мастер. Brnol. И теперь у нас, если мы скажем, tpdump. Минус Ebrnol. О, появился трафик из чего? Из интерфейса ETH1. А если мы туда добавим еще... Да, кстати, кстати, IP-Link нам покажет, что у ETH1 теперь есть мастер Brnol. А если мы сейчас добавим туда еще ETH2, у нас внезапно пинги начнут ходить. Потому что теперь у нас два интерфейса объединены в один. Ну вот, до первых, tpdump. Вот они в обе стороны. Все. Вон там пинги уже идут. Реплай, реквест, реплай, реквест. Давайте посмотрим. Вот он запинговался. Что здесь? Ой. Что здесь? Пинги пошли. Вот. Значит, что мы при этом сделали? Давайте мы еще скажем... Bridge Link. Вот. Командочка Bridge Link говорит, что у нас есть интерфейс ETH1, прилепленный к Brnol, ETH2, прилепленный к Brnol. При этом, как мы видели с вами, из этого Brnol торчит трафик обеих интерфейсов. Его, кстати, можно настроить и придать ему IP-шник, тогда у нас будет, как бы, три машины. Ватт. Но можно и не настраивать. Потому что, если наша задача была объединить бейс и клиент в единую среду передачи данных программно, с помощью замыкания друг на друга, бриджевания двух сегментов Ethernet, то мы это сделали. Видите, пинги ходят. Вот. Как посмотреть таблицу? Как посмотреть таблицу? Bridge Monitor. Вот, что мы не сделали. Сейчас, давайте попробуем очистить таблицу. Там пинги только надо выключить. Здесь выключен пинг. Здесь выключен пинг. Сейчас, надо попробовать очистить таблицу. Man Bridge FDB. Там есть какой-нибудь флаж? Ну, давайте, во-первых, посмотрим таблицу. Bridge FDB. Вот. Что здесь написано? Написано, что за интерфейсом ETH1 у нас есть раз, два, два адреса. Вот. И за интерфейсом ETH2 у нас есть два адреса. А то и три. А, нет, за интерфейсом ETH1 брр. Вот. А как бы нам удалить его, чтобы Bridge Monitor заработал? Давайте попробуем. Дел. Аргумент. Ну, допустим. Сейчас, давайте прям аккуратненько это проделаем. ETH1, 84.3b. ETH1, дел. Удалим вот эту вот штуку. Получится? Нет. Давайте посмотрим. Man. А, LADR и DEV. LADR, DEV, ETH1. Что? Он уже кончился, что ли? Пока мы тут... Не, он уже удалился к тому моменту. Дело в том, что... Вот, смотрите. Какой там... Нет, вот он. А что он не удалился? No search file directory. Какие ваши были предложения? Что я сделал не так? Что-то я не понял. А! Сейчас мы все сделаем. О! Да? О! Ну, наконец-то. Вот. Значит... О! Значит, что сейчас произошло? Собственно, я все хотел программным образом стереть... Я все хотел программным образом стереть из таблицы... Да, из таблицы, соответствующей entry, про то, за каким интерфейсом абоненты с какими MAC адресами лежат. Но у меня почему-то это не получилось. В общем, поскольку я этого не тренировал дома, возможно, где-то я в синтаксе ошибся. Но не важно. Зато я опустил бридж, поднял бридж. Естественно, таблица при этом его сбросилась в исходную, в которой есть только наши MAC адреса, а никаких чужих нет. После чего запустил пинг с той стороны. И обратите внимание, на что нам говорит бридж-монитор. Он говорит, что у нас за интерфейсом ETH1 появился на бридже BR0, за интерфейсом ETH1 появился вот такой абонент с таким MAC адресом, а за интерфейсом ETH2 вот с таким. И даже, видите, какой-то что-то предбродкаст рассказал. В общем, вот. После этого таблица бридж-фдб стала побольше. Она пополнилась вот этим интерфейсом и вот этим интерфейсом, собственно, нашими абонентами нашей сети. И именно это, собственно, сейчас и происходит. Наша машина бридж перекладывает фреймы из одного интерфейса в другой. Если бы их там было три, она бы перекладывала их только в нужный. Но вот у нас их пока только два. Ну вот, да, то есть на самом деле для того, чтобы поднять бридж на линукс-машине, достаточно вот этих трех команд. Ну, четырех, потому что надо... Ну, N команд, потому что надо столько включить интерфейсов в бридж, сколько у вас вы хотите объединить интерфейс. Вот. Давайте еще один клон сделаем. Да, бридж теперь между двумя машинами перекладывает. Потому что, смотрите, у нас бейс подключена только к сети интернет, клиент подключен только к сети дип, бридж подключен к обеим, и он их забриджил. И теперь бейс и клиент друг друга видят на уровне L2, то есть как если бы они были подключены к единой среде передачи данных. Она одна. Среда передачи данных теперь фактически одна. То есть, мозг? Я понял. Вы хотите знать, пересылает ли он бродкасты? Пересылает. Не, не пересылает ли он бродкасты, а если от него бродкасты делать? От него не больше-то эти бродкасты у него... А, ну мы можем сделать. Мы можем сделать, как в прошлый раз, с помощью соката, сгенерировать фрейм, вбросить его в поток. Можем. В обе стороны, конечно, это же бродкаст. Это же бродкаст. Как он будет выбирать, в какую из сторон... Вот. Ну и более того, смотрите, давайте я вот сделаю то, чего я не планировал, но раз уж пошла такая пьянка. Где у нас бридж наш? Давайте мы возьмем и настроим IP-адрес на этом бридже. О! Теперь можно его пингать. У нас есть машина-клиент с интерфейсом ETH-1, подключенным к DIP-у. Машина-бейс с интерфейсом ETH-1, подключенным к INCHNET-у. Машина-бридж с интерфейсом BR-0, подключенным к обоим. Соответственно, вот... Туда пинг, сюда пинг. Так тоже можно. Вот. Что я хотел? Я хотел, я хотел создать еще один... Web-SNAP. Alt-Minimal, допустим, SIRT, подключенный к тому же DIP. Теперь у нас есть четыре машины в сети. Одна из них подключена к INCHNET-у, и две из них подключены к сети DIP. О! Ну и что, мы сейчас запросто настроим тут сеть, и они все будут друг друга видеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, пожалуйста. Значит, топология у нас при этом вот такая. Вот это бридж. Вот отсюда торчит две машины. Отсюда торчит одна машина. Все всех видят. Такие дела. Вот. Это первая половина сегодняшнего разговора. Вторая половина сегодняшнего разговора гораздо интереснее. Сразу скажу, что... Я уже в третий раз говорю. Что мы не успеем посмотреть про Firewall Level 2, но, может быть, успеем, когда будем говорить про NF-Tables в отдельное занятие. Еще раз хочу сказать, что поскольку мы сейчас занимались программным объединением нескольких сред передачи данных, ну, двух в данном случае, в одну, с помощью вот этой машины, вот этой машины бридж. С точки зрения бейза клиента и third-а, это все один большой эзерной сегмент. Давайте. Который обеспечивает бридж, передающий вот это все. Так. Теперь, значит, следующая тема нашего сегодняшнего разговора, о которой мы успеем поговорить, это так называемые вланы. Со словом, термином влан есть небольшая, но очень болезненная шизофрения, которая, ну, раздвоение личности. Вот, у термина влан есть два разных термина, которые не просто означают разные, они, как это сказать, друг к другу не вполне параллельны. То есть, это сущности из разных областей. Значит, термин влан, так сказать, инженерный, условно говоря, цисковский. Или влан, как предмет разговора сетевых инженеров. Это ситуация, когда у вас есть в вашей сети несколько компьютеров, ну, или сетевых абонентов, с какими-то сетевыми интерфейсами, и все эти интерфейсы друг друга видят, а больше никого не видят. Вот, вот это множество объединенных в единую группу, в единую, возможно, виртуальную среду передачи данных интерфейсов, называется словом влан. Ну, как бы виртуальный лан, виртуальная среда передачи данных. Инженерный термин. Вот, и такой условно-наукообразный или теоретический термин вланом называется поток фреймов согласно протоколу ИЕ-802.1Q, в который в обычный фрейм встраивается перед эзертайпом еще четыре аксета, указывающие, так сказать, цвет вашего фрейма. Ну, или, грубо говоря, если говорить попросту, идентификатор того влана, идентификатор той виртуальной среды передачи данных, которому этот фрейм принадлежит. Просто другой формат фрейма, видите? Мы это видели, кстати, в прошлый раз. Мы эту картинку видели уже, да? Вот, вот это optional четыре актета. Вот это вот поле. Наличие этого поля означает, что передается не просто фрейм, а фрейм, принадлежащий к какому-то влан. Почему я назвал два и две этих трафтовки ашизофреническими? Потому что они не могут существовать одновременно. Мы либо называем вланом любое сборище интерфейсов, которые друг друга видят, а больше никого не видят. Либо мы называем вланом интерфейсов, которые, вернее, не так, вланом такой пакет фреймов, у которых вот здесь вот конкретное число стоит. Либо то, либо другое. С точки зрения второго определения, первый фрейм не может быть частью влана. С точки зрения первого определения, первый фрейм еще как может быть частью влана. Вот. Смотрите. Да, значит, вот инженерный влан, это, предположим, мы взяли просто, мы это сейчас сделать не можем, потому что у нас всего четыре интерфейса, и один из них задействован. Но, тем не менее, мы взяли четыре интерфейса на нашем бридже, забриджевали два и два. Вот эти хосты принадлежат как бы одному зеленому, одному инженерному влану, а эти вторые другому. Вот. Вот этим термином я не буду пользоваться впредь инженерным, потому что он сбивает толку. Вот. Вы еще, я думаю, что вы с этим уже встречались и уже путались в этом всем. Тегированные вланы, не тегированные вланы. Вот если вы видите в документации по сетям слово тегированный и не тегированный влан, знайте, что речь идет об инженерном подходе, что вы, что слово тегированный влан означает вот такой фрейм, вот этот. А не тегированный влан означает вот такой фрейм. Вот. Ну, без этого ни одна лекция не обходится, я знаю. Вот. Значит, при этом вы можете организовать сколько угодно не тегированных вланов вот таким вот способом. И попытка понять это с точки зрения каких-то команд и все остальное, может, ну, в общем, мы на эту тему не будем, не будем говорить. Вот. А будем говорить про вланы как про поток пакетов вот такого вида, то есть фреймов, в которых есть специальный заголовочный идентификатор влана. Вот. У него написано в первые два октета это 0x81100, что означает, что если мы думаем, что это EtherType, то это не EtherType, а, значит, влан. А дальше там будет вот этот номер влана. Для того, чтобы это пояснить, да, значит, мы будем считать просто фреймы, фреймы без поля называть просто фреймами, а 802.1 куб фреймы называть фреймы для влана. Теперь, значит, давайте построим вот такую картину. Что у нас будет? У нас будет 4 абонента и 2 специализированных сетевых устройства. Эти 2 сетевых устройства будут между собой объединены, специальным, ну, между собой объединены, соединены сетью, по которой будут ходить пакеты и для зелененького влана, и для красненького, ну, в смысле, фиолетовенького. Вот здесь вот, между ними. Дальше пакеты, предназначенные для зелененького влана, эти устройства будут отсылать в один интерфейс, а для фиолетовенького в другой. Таким образом мы организуем, как бы, две виртуальных среды передачи данных, в одной из которых будут вот эти 2 абонента, а в другой вот эти 2 абонента. И видеть друг друга они не будут, если мы не предпринем дополнительных действий. Хотя их пакеты будут в перемешку вот тут вот бегать. Вот такую картину мы сейчас будем строить. Значит, как вы понимаете, это 6 виртуалок нам нужно запустить. Давайте это сделаем. Значит, для начала все поостанавливаем. Вообще все поостанавливаем, нам не годится ни одна из этих виртуалок. И это остановим. Сейчас. Клиент, наверное, пойдет. Клиент пускай будет. Значит, вот это остановим. Так. Так. Значит, удалим. Это кто у нас был third? Удалим bridge. Вот. Значит. Как обычно, у нас будет 2 сети. Одна будет называться int-net, другая dip. Но еще будет третья сеть. Вот эта. Полосатенькая. Между двумя нашими сетевыми... Сетевыми... Вот этими... Бриджами, не бриджами. Вижу вот этими двумя хостами. Вот. Который мы назовем backbone. Поэтому мы должны сделать что? VB-clone, VB-snap. Вот. Значит, создать bridge1. Как мы его назовем? Ну, назовем его bridge1. Нет, не bridge1, а brint и brdip. Он должен быть присоединен к трем сетям. Int нет. А, все хуже. Давайте посчитаем количество средств передачи данных, которые участвуют в этом процессе. Раз, два, три, четыре, пять. У нас пять различных Ethernet-сегментов, которые вот эти объединятся в один, и эти объединятся в один. Так что int нет и int нет два. И третья сеть, которая там должна быть, это backbone. Значит, вот мы сделали bridge, который справа. Вот эта штука будет называться int нет, вот это int нет два, а вот это backbone. Соответственно, вот эта штука будет называться div, это div 2, а это backbone. Так что мы делаем второй bridge, brdip. Он будет подключен к сети div, сети div 2 и к backbone. Теперь мы сделаем еще парочку клиентов. Так. Сейчас. Что-то... А, не сюда. А, для этого нам надо запустить bridge. Сейчас. Нет. Во, brdip, brdip. Хорошо. Brdip это тот, который справа. Че? Так, че-то у меня с настройками. Давайте смотреть. Brint. Comport. Настроить Comport. 2303. Он явно с чем-то конфликтует. Да, он конфликтует с клиентом. Вот дурочка. Ну ладно. А brdip у нас сколько? Comport. 2304. Ну давайте здесь будет 5, господи. Мои скрипты переглючили. Так, Comport и 2305. Окей. Так. Это у нас запустился bridge, который справа. Brdip. Это bridge, который слева. 1, 2, 3, 4, 5. Brdip. 1, 2. А, вот здесь вот еще. Это ненужный. И это мы сейчас переместим сюда. Bridge, который слева. Bridge, который справа. Клиент слева. Сейчас, секунду. Я просто их расположу в правильном порядке, чтобы самому не запутаться. Клиент слева, клиент справа. Нам осталось сделать еще клиент вот этот второй. Вот этот. Внутренний дип второй и бейс второй, который вот здесь. И на этом у нас наше количество виртуалок закончится. И мы будем строить из них топологию. Так. Что у нас сейчас есть? Бейс интнет, клиент дип. Brdip. Intnet, intnet 2. Backbone. Brdip. Дип 2. Backbone. Осталось нам сделать клиент, который ходит к дип 2 и клиент, который ходит к intnet 2. Хорошо? Клиент 2, дип 2. И base 2, intnet 2. Давайте их запустим. Так. Значит, base 2. И клиент 2, да? Нет такого слова. А вот такое есть. Чего? Опять, что ли, у меня? Что-то с кем-то пересеклось. Мои скрипты оказались слишком умные и сами себя перехитрили. 23.05 точно. Хи, ёлки. 0.6. Значит, 0.7, да? 0.7. Что я сделал не так? Ну, ладно. Во. Вот все наши 6 хостов сейчас в сборе. Теперь мы будем... Ой, не сюда. Вот. Вот все наши хостов в сборе. Теперь будем их настраивать. Хост-бэйс у нас, как обычно, уже настроен и подсоединен к сети intnet. Хост-бэйс 2 будет другая сеть принципиально. Значит, давайте посмотрим, к чему он присоединен. Вот теперь уже... Вот они все. Бэйс 2 присоединен к intnet 2. Давайте у бэйс 2 у нас будет какой-нибудь совсем другой адрес. Ну, скажем, 10.100.1.1. Не запутаемся? Слушайте, нет. Давайте не так. Давайте мы их сделаем одинаковые айпишники, чтобы... Сейчас, секунду. 3, 2, 10. Слышь 24. Вот. Значит, смотрите. Мы сейчас настроили на бэйс 2, 3, 2, 10. Но поскольку, как мы видели, этот бэйс 2, предключен к intnet 2, и его никто не видит, то сейчас не будет происходить ничего, и этот бэйс 2 никого не увидит. Ну ладно. Так, это что? Это бридж. Бридж, в котором... Нет, давайте мы настроим клиенты. Значит, клиент у нас теперь в этом 3, 2, 2, а в клиенте 2 будет 3, 2, скажем, 11. Ой, а клиент 2 не загрузился. Ну что ты будешь делать? Просто умер. Ну ладно. Сейчас, погодите. Что-то он не хочет. А что он не умрет никак? Давайте на него посмотрим. Он... 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 Он завис. Бывает. Давайте попробуем еще раз запустить. Что ты, друг мой, завис? Я тебя хочу показать, а ты завис. Это же неправильно. Нет. Они по 512 мегабайтов жрут. По идее, не должно быть тяжело. Виртулбокс иногда зависает сам собой непонятным причинам. Такая себе штука. Вот. Ну давай, 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 давай. Молодец. Спасибо. Давайте, кстати, посмотрим, если уж вам интересно. Посмотрим, сколько все это жрет памяти. Ну вот, все-все-все, что происходит на моей машине, сожрало 6 гигабайтов. Вообще все. Включая браузер, OBS. Виртуалочки жрут, видите, ну, примерно по 512 мегабайт памяти. Вон они. В бокс-хедлес, видите? Больше всех жрет в OBS. Вон. Так. Ну, это мы расслабились. Так. IP-link-сет-этаж-1-ап. IP-ад-ад-дев-этаж-1. Значит, это у нас будет фиолетовенькая сеть. И фиолетовенькая сеть у нас, ну, скажем, 10-3-2-11. 10-3-2-11-24. Пока что никто никого не видит, потому что, как мы уже видели, вот эти машинки Brint и Brdip, которые все вместе соединяют, они пока не настроены. Давайте их настраивать. Так. Машинка Brint. Это машинка правая. У нее должен быть бэкбон, у нее должно быть ETH-1, который присоединен к интиненту, и ETH-2, который присоединен к интиненту 2. Так. Поступаем так же, как мы делали с Bridjom. У нас, значит, мы знаем, что у нас на интерфейсе ETH-1-ап. ETH-1-ап, ETH-2-ап, ETH-3-ап. Мы знаем, что интерфейс ETH-3 – это вот эта полосатка. По ней ходят фреймы и такие, и сякие. Мы это сейчас увидим. Мы должны выковырять из нее, из этой полосатки, фреймы только для VLAN-а номер 1, изобриджить их с ETH-1, и фреймы только для VLAN-а номер 2, изобриджить их с ETH-2. Делается это с помощью команды, естественно, IP-Link, вот такого примерно содержания. IP-Link add link ETH-3, то есть интерфейс ETH-3. Виртуальный интерфейс будет называться, как хотите. Тип у него будет VLAN, и это VLAN как раз и означает, что мы вынимаем пакеты 802.1.q с вот таким идентификатором. Давайте так и сделаем. Тип порта, какого порта? Тип соединения по интерфейсу. Что такое соединение по интерфейсу? Я не знаю, что такое транк. Я не знаю, что такое тип соединения по интерфейсу. Интерфейс – это такое устройство, подсоединенное к компьютеру. Он может быть виртуальным, но оно все равно устройство. Устройство link level. Подождите, вот VLAN, у них же есть два типа интерфейсов – транк. Я не знаю, что такое тип интерфейс – транк. Я не знаю, что это такое. Попробуйте мне другими словами объяснить. Вот такие типы, которые могут проходить пакеты нескольких планок, называются транк. Ну, пускай, называются. Причем здесь это? Смотрите, давайте еще раз на картинку посмотрим. Я понимаю, что вам рассказывали какие-то то ли циски, то ли хуевеи, то ли еще что-то такое. Но у нас есть интерфейс, называется этаж 3. По нему ходят фреймы всевозможные. Вообще, какие угодно. Ну, потому что есть аппаратная поддержка. Ну, короче, вопрос, на более низком уровне выделяется. На более низком, чем что? Чем кто-то, как угодно, вы это делаете, по-другому. Ничего не знаю. Можно еще раз какие-то? Вот эту или какую? Вот эту. Вот эту. Вот эту. Вот эту. Куда? В него приходит непомеченный фрейм, да. В него приходит непомеченный фрейм. Все так. И он его включает. Нет. В него приходит, этаж 2, в него приходит непомеченный фрейм. Он забриджен с виртуальным интерфейсом, который выковыривает, который имеет, который выковыривает из этаж 3 только фреймы, помеченные в LAN 2. Мы сейчас все сделаем. может быть тогда будет понятнее давайте значит я понимаю что у вас мозги немножко как это вот вы вы уже подружились с этой же френией вот но в действительности все гораздо проще чем вам кажется вот поэтому по вот вот здесь вот ходят какие угодно фреймы с помощью вот от вот этой команды мы выковыриваем из вот этого вот потока только фреймы помечены вот этим айди давайте это сделаем а пилинг давайте прям вот 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 прям вот так вот ад линк этаж 3 name вланда ад ад линк этаж 3 да ну скажем влан один ну или там не один 10 влан 10 нет нэм будет у нас влан 1 а вот идентификатор у него будет type влан идентификатор будет 10 type type влан идентификатор 10 что значит вот у нас появился специальный отводок из интерфейса этаж 3 под названием влан один на этаж 3 который будет вынимать из него только пакеты только фреймы помечены и вот здесь вот таком 10 и раздевать их то за тем чтобы ну как то называлась в системе так же как bridge помните у вас назывался да вот это виртуальный интерфейс этот виртуальный интерфейс является отводком от этого этаж 3 в этом этаж 3 будут гулять в основном у нас с вами исключительно у нас с вами исключительно 802 1 q фрейм и поэтому там вообще никаких никого айпи трафика мы организовать не будем вот а вот этот влан 1 и этот этаж 3 это уже выковыренный оттуда фреймы из которых убрана вот этот идентификатор потому что так убран потому что это только теги дается только фреймы затегированные десяткой вот вот и 10 сейчас надо посмотреть команду которая это делает команда которая это делает ладно пока не буду может быть придется если хватит время порвемся в документации ну вот значит еще раз что мы сделали мы выковырили из этаж 3 только 802 1 q фреймы помещенные тегом 10 убрали этот тег и весь этот трафик торчит вот здесь осталось только вот эту штуку забриджевать этаж 1 чтобы получить вот эту вот картинку так давайте сделаем да значит дайте для простоты скопи пастем прямо отсюда все да значит дев бр 1 поскольку он тот самый да type bridge дура но там номер этот уникодный символ а у меня тут и не кода нету короче не надо так делать айпи линк не надо лениться короче айпи линк от дев бр 1 type bridge до айпи линк сет что там у нас мастер до сет в лан 1 мастер бр 1 айпи линк сет в лан 1 мастер бр 1 а пилинк что мы получили бридж что там линк вот мы мы взяли объединили под одним устройством в в одни под одним бриджом этаж 1 и вот этот на нами выковыренный из я хочу хочу нет я хочу узнать как показать а давайте вот что сделаем я сегодня посмотрю просто чтобы на лекции не тратить на это время как посмотреть к какому в лану прилеплен прилеплен конкретный конкретный вот какому идентификатору влана при приблизим как конкретный интерфейс вот кажется нет потому что там ничего не прилеплено смотрите еще раз да давайте еще раз посмотрим у нас есть этаж 3 по которому просто бродит какие угодно фреймы мы его расковырием вынимаем из него 10 я просто не вижу команды забыл команду который показывает блин сейчас минус d спасибо минус по минус d на точно спасибо большое в лан 1 до и где-то тут в лан 1 до 10 вот вот она спасибо большое вот проделаем такую же штуку со вторым устройством устройством да значит напилинк да и господи бар 2 сказали уже мастер а нет в лан 1 вал в лан 1 в лан 2 т план и ну скажем 11 0 давайте 20 для для простоты и это у нас будет фиолетовая часть и и теперь забриджем этаж 2 в мастер бру 2 и в лан 2 в мастер бру 2 да в мастер бру 2 в мастер бру 2 что мы сейчас сделали мы сейчас настроили вот этот вот машинку ну так что там надо еще все аппы сделать кто у нас не апп мне лень вот теперь они все аппы да так вот значит сейчас мы по идее настроили вот эту машинку слева теперь давайте о бурдип настроим точно также машинку справа там все абсолютно симметрично просто совершенно симметрично мы должны выковырить прям вот буквально ща прямо буквально а чё там такая маленькая а потому что надо выйти войти а так ну давайте значит вся а они можно было даже склонировать наверное а нет нельзя было ну неважно давайте просто проделаем всю эту работу бр-1 бр-2 теперь в лан в лан 2 type 20 да и теперь мастер и теперь то же самое с 2 да вот да и все и все поднять все поднять у нас тут была волшебная команда все поднятие вот она это вот сюда вот вот у меня есть подозрение что мы уже все сделали фактически вот этот набор команд нам поднял соответствующие интерфейсы выковырил из бэкбона нашего полосатенького трафик соответствующий идентификатору 10 положил забриджевал его с этаж 1 значит трафикс в лан айди 20 забриджевал его с этаж 2 вот и соответственно сейчас если мы все сделали правильно должна нарисоваться вот такая картина что вот поэтому по бэкбону этаж 3 ходят ходят 821 q 821 q фреймы в перемешку и те и другие вот из этого в лан 1 торчат уже раздетые фреймы которые были помечены десяткой а из этого которые были помечены двадцаткой дальше мы это обредняем в бридж вот и поэтому вот этот и вот этот компьютер будут считать что они находятся в единой среде передачи данных барабаны дробь давайте проверим значит клиент должен пингать бейс пинг 10 3 2 1 it works при этом по идее не клиент 2 который 11 не бейс 2 который 10 видны быть не должны потому что они находятся в другой среде передачи данных пробуем нет нет но при этом с например клиент 2 который 11 должен был вид должен быть виден клиент должен быть виден бейс 2 10 3 2 10 вот вот давайте посмотрим что при этом происходит на нашем на наших бриджах ну возьмем любой бринж например левый брдив и посмотрим что происходит на на бэкбоне на полосатом интерфейсе этаж 3 вот здесь минус и я сказал вот какие фреймы ходят вот здесь давайте это посмотрим ну допустим мы по пингаем минус ц 1 вот мы пинганули с 10 3 2 10 пинганули 10 3 10 3 до 10 что у нас тут проехал вот он смотрите давайте еще раз посмотрим вот сюда сколько времени у нас осталось отлично у нас осталось еще вот вот в нужное время помним формат формат вот здесь вот должен быть 0x8100 а здесь должен быть собственно влан айди да вот он этот пакет вот этот 8100 идентификатор того что мимо мимо нас идет 821 q frame вот а вот это 10 то почему на 14 а 20 это 20 да 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 это 0x20 конечно вот и вот они значит обмениваются такими фреймами то что tcp dump нашел там внутри айпи это потому что он умный он взял декапсулировал этот фрейм и прочел его могли бы мы этого и не делать вот теперь давайте по пингам с клиента нет так не работает а вот так работает а вот пожалуйста трафик который шел с клиента вот у нас 800 вот вот он пошел фрейм от 1 нет этот не работает вот вот и вот он пошел эхо реквест от 10 3 до 2 10 3 2 1 вот его 800 2 1 q заголовок вот его номер 10 ну и там какой-то пилот то есть по бэкбону ходят как мы и говорили фреймы вида 800 2 1 q а если мы сейчас посмотрим например на какой-нибудь бридж 1 то там уже будут ходить фреймы вполне обычные раздеты потому что именно этим и занимается интерфейска входящий в бридж 1 который вот вынимает нужные фреймы это 1 это значит клиента надо по пинг вот он видите тут уже вполне вполне где там что-то они там продолжают обмениваться а вот 8 0 8 0 0 нет или да а нет арп запрос 0 8 0 6 да нет что я туплю давайте вот здесь посмотрим как мы там смотрели вот актет вот один вот другой 0 8 0 0 да 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 все нормально 0 8 0 0 это были наши и cmp запросы и cmp ответ а 0 8 0 6 это специальный фрейм 0 8 0 6 протокол а рп поскольку протокол а рп он у нас между айпи и ну между l2 и l3 то у него есть специальный тип вот вот не айпи а именно рп поэтому поговорим в следующий раз ну вот видите то есть формально мы сделали ровно то чего хотели мы нарисовали вот такую картинку мы в ней мы в ней сделали изолирование пространство и вот эти хосты друг друга не видят как бы они не того не хотели а видят только только друг друга сделано это за счет того повторяю да что у нас от каждого из бэкбона выведено на каждому из таких можете за 3с бэкбона выведено два интерфейса один из которых вынимает только из этаж 3 вынимает 800 2 1 q фреймы только помеченной десяткой а другой только помеченной двадцаткой да вот и дальше он их бриджует соответственно распихивает по интерфейсу такие вот дела ну что все такие в обалдении сидят на самом деле вот если как это постоять повтыкать ничего сложного как видите самих команда тут вот с гулькин нос было там вот сейчас давайте посмотрим на этом бурдипе который мужа настраивали в пакетном режиме собственно все вот и вся настройка сложного 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 устройства которые как бы выковыривает и перекладывает вопросы вы мне можете пояснить вот в эти ваши вот волшебные слова от ранки и что там еще было а а а а а а а а а это как раз бэкбон да соответственно в этих в этой терминологии вот этот этаж 3 это транк а этаж 1 этаж 2 это access а все остальное то что мы с вами сделали это собственно инструменты для создания этой топологии бриджи и вынутые вот эти устройства вот эти потому что это не совсем акса и а ну это не совсем access да это это вынутые стран к отдельный поток нет вообще вот когда мы сэрвы на АПЛОВЭК это планового примера также а ну вот а а а ну вот понятно ну вот 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 может еще на другом уровне происходило безчерстный интерфейс там получается ну да а там мы это делали на транспорте то есть там транспортом просто делаешь запрос чтобы он тебе транспорт создан на конкретном интерфейсе и он его делает а алексей транспортный уровень это tcp и udp вы уверены в своих словах да да там просто разные уровни еще раз транспортный уровень это протокол tcp и udp вы точно имели в виду именно это я спускал этот запрос ну короче ну мне кажется одно и то же просто тут ну а ну вот короче говоря да значит как видите как видите некоторая параллель все-таки есть я не думаю что как бы вас обучали каким-то другим сетям сети все одинаковые ну не знаю как вы понимаете как вы понимаете она с точки зрения вот этой вот этой вот 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 такого рода инженерии в общем вполне бессмысленная мы и так знаем что где поэтому я я правда ее никогда в жизни не использую она нужна на уровне инженерном понимаете в чем проблема когда вы вот с этим подходом где словом влан называется не пакет а группа интерфейсов вам нужно разделять это то место где видны сами сами устройства и это то место где у вас какой-то смешанный трафик ну перемешанный трафик разных вланов то тогда вам нужно одно из них называть как-то в одном ну по одному а другое по другому ну вот смотрите да 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 ну у нас как видите все наоборот да мы как бы у нас все очень четко по понятиям как это сказать по понятиям того как мы обрабатываем трафик вот здесь вот трафик смешанный здесь вот специально ядром вынимается трафик только одного вида а дальше мы его бриджуем и вперед ну вот соответственно поэтому нет такой необходимости а вот про что мы можем даже минутку мы можем даже вот здесь вот поэтому этаж 3 гоняйте обычные фреймы тоже вот сейчас возьмем и настроим на вот этих двух наших бриджах сейчас возьмем и настроим прямо на этаж 3 прямо ip адреса и там тогда будет все в смеси ходить и такие и тегированные пакеты и не тегированные это можно потому что это link да это не девайс да это это просто нет еще один такой отводок смотрите сейчас давайте мы вот здесь вот посмотрим еще раз да в чем в чем логика такого именования да бридж это девайс у него есть специальная функция у этого девайса смешивать пакеты из разных слоев интерфейс в лан это всего лишь еще один линк какие-то h3 с выковыренному фреймом то есть как бы интерфейс девайс один у него просто два разных линка вот и все и там и там видны одни эти мы видим вот после создания такого линка мы можем смотреть 802.1 q фрейм в интерфейсе этаж 1 а можем те же самые фреймы только раздетые и отфильтрованные смотреть в интерфейсе в лан поэтому это не девайс а линк это как бы линк из одного и того же интерфейса вот ху-ху чтобы вы понимали ща type нам нужен type ну это все типы линков я к тому что там много всего ну например бонд бонд это значит что мы можем склеить два интерфейса в один то есть когда у нас просто оба сетевых интерфейса смотрят в один и тот же в одну и ту же среду передачи данных просто в два раза быстрее работает вот ну например на сервере такой иногда полезно вот ну тут какие то я и в этом всем не очень разбираюсь тут же как видите сколько всего вот ну вот такие дела еще вопросы а то у нас время уже закончилось если вопросов нет домашнее задание делать не конечно не вот это а чуть попроще вот такую картинку в которой у нас будет видите вот по этим сегментом сети будет ходить тегированный трафик и ваш хост будет его раздевать и дальше уже интерфейс влан там 7 и влан 9 настраивать и между ними будет один один бридж ну в смысле да бридж чисто в общем довольно бессмысленная архитектура прямо скажу вот нужно просто для того чтобы потренироваться в настройке этого дела и при этом не делать это настолько эпично как у нас это вышло сегодня на лекции вот то есть у вас три машинки два разных влана вот это вот эти интерфейсы в одном влане эти в другом с обеих с каждых сторон у вас эти вланы расковыриваются здесь у вас обычный обычный айпи трафик а здесь у вас расковыренные вланы бриджуются все вот такое домашнее задание все если нет вопросов а их похоже нету чатик вообще мертвенький вот видимо сокращенец ни к нам не подключился а то бы он развел чего-нибудь какую-нибудь живость хорошо если нет вопросов то всем спасибо в следующий раз у нас уже мы поднимаемся на уровень айпи вот и занимаемся а собственно айпи и маршрутизации